Привет, мои друзья! В данный момент я занимаюсь просмотром такого изумительного и замечательного сериала, как «Доктор Хаус». Значит, «Доктор Хаус» представляет собой именно какой-то такой нитшевский, заратустровский образ. Мы видим много морали, много философии в этом фильме. И, как всегда, цинизм главного лечащего врача – доктора Хауса. «Доктор Хаус» в одной из серий первого сезона задает такой вопрос. Какой врач лучше, проявляющий сочувствие к пациенту, но у которого пациент умрет? Либо врач, игнорирующий пациента, но который все-таки своего пациента вылечит? Ну, «Доктор Хаус» всей своей деятельностью дает все-таки ответ, что эмоции, они всегда мешают делу. И во всех сериях он демонстрирует крайний цинизм, крайнее пренебрежение к интересам, к чувствам, к эмоциям своих пациентов. Всегда проявляет ядовитый сарказм в адрес тех, кто пришел к нему лечиться. Но всегда серия за серией «Доктор Хаус» демонстрирует изумительные качества врача. Хотя никто из пациентов ему не доверяет абсолютно. Потому что человек полон иронии, сарказма, ему даже плевать, если пациент умрет. Человек полон равнодушия к участи своих пациентов, но тем не менее этот человек – один из самых лучших врачей, который прекрасно делает свою работу. И вот вопрос на самом деле о профессионализме и об участии – это все-таки вопрос слов и вопрос дела. Но большинство людей именно предпочитают, чтобы врач проявлял не профессиональные качества, а все-таки проявлял к ним участие. То есть люди любят сладкие слова гораздо выше правильных и эффективных поступков. Вот такова, к сожалению, примитивность человеческой природы. И все-таки продолжая далее рассказывать про сериал «Доктор Хаус», там все-таки есть вопрос о том, что такое добро и что такое зло. Большинство людей, они очень недальновидны и думают, что добро – это только произнесение каких-либо красивых слов и показная мораль. Но не так. На самом деле не так. Цель оправдывает средства. Всегда. В этом есть добро. В одной серии был пример, когда для того, чтобы спасти жизнь шестерых детей, нужно было ради эксперимента пожертвовать жизнью одного ребенка, чтобы найти правильное лекарство. Доктор Хаус, не колебаясь, принял решение пожертвовать жизнью одного ребенка, чтобы спасти жизнь шестерых. А многие врачи колебались, не знали, что делать, и чуть не допустили, благодаря своей недальновидности, смерти шестерых детей. Поэтому все-таки мораль в нашем человеческом мире – цель оправдывает средства. Ради спасения многих можно все-таки пожертвовать жизнью немногих, то есть меньшинства. Но люди этого все-таки не понимают, поэтому вот сериал «Доктор Хаус», он может, должен быть, рассматриваться все-таки как сериал философский, как сериал некой такой морали, жесткого прагматизма и иногда крайних мер, на которые все-таки люди, человечество должны идти при возникновении каких-либо крайних ситуаций. Отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства, или никакие. Потрясающий сериал «Доктор Хаус», всем рекомендую к просмотру, очень интеллектуальный, очень моральный и очень занимательный, и образовательный.